Следующий образец ультрамарин корейского производителя Миджелла. У меня представлено два образца. Это ультрамарин Дип 545 номер и ультрамарин Лайт 581. Если мы посмотрим на маркировку, они несколько отличаются. Мы видим, что ультрамарин Лайт превосходит по светостойкости. Нежели ультрамарин Дип. И в составе один пигмент ПБ29. Так как в ультрамарине Дип мы видим в составе два пигмента. Помимо ПБ29 пигмент ПБ15 фиолетовый. То есть это краска двухпигментная. По светостойкости, так я сказала, и по лессировочным свойствам. Мы видим, что ультрамарин Лайт все-таки относится к прозрачным. Так как ультрамарин Дип это полупрозрачная краска. Здесь вот зачеркнутый квадратик. Ультрамарин Дип. Краска очень приятная по консистенции. Довольно вязкая. Очень густой, насыщенный цвет. Но что мы видим? Все-таки помол недостаточно мелкий. Присутствует грануляция. Сейчас после подсыхания это будет видно лучше. При этом цвет достаточно красивый. Посмотрите. Распределяется краска хорошо по воде. Растекается. Дает ровные заливки. Сейчас сравним его с ультрамарином Лайт. То же самое увлажняем. У меня уже успел подсохнуть. Вот сразу же видно, что более крупное зерно. Несмотря на то, что заявляется, что краска лисировочная. Вот в более густом виде. Я вижу, что грануляция проступает. Распадается пигмент на крупинке. Что даст неравномерный слой. Что, конечно же, можно обыграть, показать интересную текстуру. Но при этом понимать, что ровной заливки может не получиться. Поэтому если сравнить две эти краски. Мы видим, что ультрамарин Дип все-таки имеет, во-первых, более холодный оттенок. Нежели ультрамарин Лайт. Ультрамарин Лайт теплый. Но здесь и в составе ультрамарин Дип добавлен пигмент фиолетовый. Что и определяет, да, вот этот оттенок. Вот. И сейчас вот я вижу, что ультрамарин Дип более мелкого все-таки помола. Хотя грануляция присутствует. Ультрамарин Лайт больше распадается на частички. Ультрамарин Лайт. Продолжение следует...